ЗОРИ КУБАНИ 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 Динамо Сочи закончилось на участке Горка-2 эффектным вылетом с трассы, а для Дениса сломанной рукой. После этой единственной, к счастью, травмы спецучасток-4 был закрыт для прохождения другими экипажами. Хотя самым опасным спецучастком был единогласно признан подъем на Медведь-гору, а самым скоростным — спуск с нее. Этот док Герман Форманюк из Новороссийска прошел на своей восьмерке секунда в секунду с Игорем Бенеминовым из Таганрога на единственном здесь полноприводном автомобиле Митсубиши Лансер. В результате, в общем зачете Кубка Юга России, благодаря необычной системе подсчета баллов, в роли главного героя утвержден Герман Форманюк. А Бенеминов в зачете второй, потому что в своем классе полноприводных машин катается пока один, и бороться за победу ему просто не с кем. А это все равно, что играть в шахматы с самим собой. Но на этом этапе Кубка в Абсолюте победили все-таки таганрожцы. Экипаж Форманюк-Горовой на втором месте, а на третьем — Парус-Ралли-Тим из Туапсе. Кстати, Аслан Губжоков и Заурбек Кужев на предыдущем Туапсинском этапе рухнули с 20-метрового обрыва. На ремонт десятки у них было всего две недели, так что экипаж в буквальном смысле восстал из пепла. Но по собственному признанию гонщиков, они ошиблись с выбором резины на первых спецучастках. На шинах для мокрого грунта экипаж Губжокова смог добраться до финиша только восьмым. А в Абсолюте спортсмены все-таки сумели вырвать у соперников почетное третье место. В зачете национальной гоночной серии «Волга», как и на ралли «Жемчужина Черноморья» победил пилот из Сочи, Вартан-Геремян, ГАЗ-31-10. Общеизвестно, что «Волги» в России как гоночный класс было решено ликвидировать еще в прошлом сезоне. Но Краснодарская автомобильная федерация добилась включения этого класса в семиэтапный Кубок Юга России. Вот так необычно выглядел пьедестал почета в отсутствии признанного лидера Кубка Юга России Сергея Акимова. Но таковы законы спорта, а они не менее жестоки, чем законы джунглей. Главное, что Краснодарской автомобильной федерации удалось сохранить зори Кубани в календаре соревнований, несмотря на многочисленные трудности. Огромную благодарность за это федерации выражают и спортсмены, и армия почитателей раллийных гонок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова